Что такое импакт экономики? Мы как раз постараемся разобраться в сегодняшнем нашем стриме. И на текущем этапе я хотел бы представить вам нашего гостя. Ольга Рябова, здравствуйте. Добрый день, вечер. Доброе то время, когда нас посмотрят. Очень спасибо вам большое, что подключились. Я скажу буквально несколько слов про вас. Ольга вообще очень известный человек на рынке или, скажем, в сообществе, которое связано с социальным предпринимательством. Она в целом является независимым экспертом в области социального предпринимательства, а также постоянным представителем комитета Future of Jobs на саммите G20U. Но это очень краткое приветствие, которое я могу рассказать про вас, потому что мы провели, наверное, несколько часов в общей сложности общения с Ольгой предварительно. И, наверное, целый стрим можно посвятить вашей истории. Но давайте в двух словах можете про себя немного рассказать, что вы не только социальный предприниматель, что вы еще занимались и корпоративными проектами. И вообще, как вы могли бы себя охарактеризовать, что ли, в каком-то некотором абзаце текста? Алексей, давайте попробуем. В двух не обещаю, постараюсь в трех. Изначально я выпускница Московского финансового института, который теперь известен под названием Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Когда я еще была студенткой в Россию, тогда еще в СССР, пришла замечательная международная студенческая организация, которая называется АИСЕК. Не те четыре буквы, которые у многих из нас были на карточках, а шесть буквы, которые представляют собой Международную молодежную организацию, Ассоциацию студентов, изучающих экономику и управление. Это единственная, кстати, молодежная организация, которая официально признана ООН как организация, которая управляет только сама молодежь. Ну и вот тогда мне повезло, я стала в очень раннем возрасте вице-президентом Национального комитета АИСЕК СССР и отвечала внутри замечательной команды за стажировку. В 1993 году я пришла в тот банк, из которого потом рядом с которым появился банк, который, наверное, больше людей знает, это Анексинбанк. Я приходила в международную финансовую компанию. И первые 15 лет моей такой вот полной профессиональной жизни – это банковское дело. Я банкир и выпускником банковской сферы. Я стала, когда работала в Росбанке, заместителем председателя правления банка. Через 15 лет банковской сферы очень захотелось чего-то другого, но ректор моей альмаматор сказал, что пора отдавать долги, альмаматор, пора помогать. И я пришла в финансовый университет. Ну, скажем так, если это переводить на общий коммерческий язык, то финансовым директором. Потом стала советником ректора и директором института. И вот, выполнив свою миссию, как мне показалось, я очень рада, что ректор со мной согласился, отпустил меня. Я пришла в качество независимого эксперта, прежде всего по социальному предпринимательству. Вообще, знакомство с самим социальным предпринимательством оказалось очень неожиданным. Когда я уже работала в финансовом университете, ко мне приехала коллега и сказал, ну, всегда же спрашиваешь там, как дела, как что. Он говорит, вы знаете, а я вот сейчас работаю вместе с фондом «Наше будущее». Скорого, а что это? А это, говорит, социальное предпринимательство. Слушайте, а вот можно поподробнее? Социальное понимаю, предпринимательство понимаю, вместе, но реально жареный лед, да? Не понимаю, как это сочетается. Ну, если что, действительно, не самое простое понятие, мы познакомились с фондом, сделали замечательный конкурс студенческих идей в области социального предпринимательства. И вот тогда это было, наверное, первым удивлением, что все пять победителей, которые просто должны были представить свои идеи, за это получили деньги, все пять победителей реализовали свои проекты. Это, наверное, был первый шок. И такое удивительное знакомство с этим неожиданным миром, где ты заражаешься мечтой, в общем-то, дальше мечта от тебя уже не уходит. Мне повезло. Дальше мы познакомились с Мухаммадом Гюнусом. Наверное, знаете, вот ряд Нобелевской премии мира. Банкир для бедных. Но, как многие говорят, это единственный банкир, который за историю получил Нобелевскую премию, и вряд ли кто еще ее получит. Это человек, который все выполнил в микрофинансировании, но не эссенциальный бизнес. Возможно, мы об этом понятии сегодня тоже поговорим. За счет этого я узнала огромное количество людей по всему миру, которым важно менять мир, менять мир к лучшему и менять его делами. Вот такая история того, как я вошла в мир социального предпринимательства, не как социальный предприниматель, а как человек, охарактеризовав мою роль, наверное, нескими словами, я использую слово «друг», как «друг проектов», «друг команд», «друг импакт-лидеров». Ну, а давайте сразу, чтобы попробовать, я постараюсь иногда занимать циничную позицию на этот взгляд в этом стриме, но давайте попробуем очень конкретно посмотреть, чем вы занимаетесь по сути, то есть вот социальный предприниматель или эксперт области социального предпринимательства, что составляет, что ли, ну, как ваш рабочий день, то есть какие у вас задачи, какую ценность они приносят. Можете просто подробнее рассказать, как будто это предложение о работе кому-то? С этим будет сложнее я очень давно. Ведь мне, скажем так, мне повезло, я ни разу не была на интервью, на собеседовании, на какую-то вакансию. И поскольку у меня такого опыта нет, наверное, я вряд ли его сейчас приобрету. Но если поговорить о том, чем занимается независимый эксперт в сфере социального предпринимательства, то совершенно точно я не смогу вам расписать день. Они разные. Что в эти дни может входить? Есть роль импорт-инвестора. В качестве импорт-инвестора с другими людьми, которым также хочется, как и мне, помогать сектору социального предпринимательства, мы предоставляем займы социальным предпринимателям. На условиях, сильно отличающихся от банковских, и что очень важно, деньги – это не главное. Еще очень важна помощь. А поскольку большинство друзей по клубу инвесторов, импорт-инвесторов обладают потрясающей профессиональной экспертизой в разных областях, и управленческой, и топ-управленческой, в том числе, то это большая помощь. Бывают дни, когда я занимаюсь большую часть времени экспертизой заявок, как член жюри, как различных конкурсов, например, Social Impact Award, например, Начни иначе – это совместный конкурс для проектов СУВЗ, то есть для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые проводят Росбанк и Impact Hub Москва уже три года подряд. В этом конкурсе я являюсь председателем жюри. Как член жюри конкурса «Визионеры» – это тоже замечательный проект, «Визионеры управления изменениями» проекта «Плюс один». Это медиапроект, который рассказывает о социальных и экологических инициативах на своих площадках, которые размещаются в «Видомостях», «Корпсе», «ВРБК» и так далее. Бывают книги, когда я встречаюсь с проектами или с людьми. Иногда это называют менторством. Я вот здесь играю такую же роль, как вы сейчас играете, критическую. Я стараюсь быть где-то адвокатом дьявола, задавать те вопросы, которые вряд ли кто-то спросит. Но по-хорошему это роль друга. То есть друг – это человек, которому в трудную минуту можно поплакать в жилетку, и это хорошо. Друг – это тот человек, который не постесняется когда-то локотком подвинуться, сказать «Нет, тут что-то не так». Друг – человек, который болеет за человека, проект, команда. Бывают дни, когда я больше занимаюсь какими-то другими вещами. Например, как член экспертного совета при Госдуме по социальному предпринимательству. И здесь речь может идти о законодательных инициативах или еще о чем-то. Огромный спектр всего дальше. Если взять еще какие-то моменты, которые мне нравятся, мне очень нравится, когда удается знакомить проекты, особенно с разных концов земного шара. Потому что вот эта потрясающая синергия людей, которым не все равно, ну, там ошеломляющие результаты именно этой синергии и очень открытое, очень доброе, очень замечательное пространство. Ну, может быть, можно сказать, что вот здесь я подзаряжаюсь этой добротой и энергией, ну и, собственно, даю это же взамен. Но, опять же, циничный вопрос в этом плане. Но вот вы перечислили, в принципе, то, что делает хороший действительно инвестор либо эксперт рынка, там, визионер в какой-то мере. Но, говоря про социальное предпринимательство, извините за вопрос, а за что из этого платят деньги? Или откуда вы их берете, что ли? Если бы я хотела зарабатывать на этом деньги, то я могла бы их получать и за платные выступления, и за роль, собственно, иногда я выступаю в этом качестве, и за экспертизу, и за роль стратегического советника или консультанта по различным мероприятиям. Но я очень рада, что моя предыдущая профессиональная коммерческая жизнь позволяет мне не думать каждый день, откуда мне необходимо брать деньги на содержание семьи. Поэтому я могу помогать проектам именно со словом помощь, а не зарабатывать на них. Слушайте, звучит, конечно, круто, я так вам тоже мечтаю, но я представлял, что нужно стать вначале Биллом Гейтсом, потом уже делать свой фонд. А скажите, насколько это характерная общая ситуация, что люди, занимающиеся социальным предпринимательством, они вообще нормально зарабатывают, они могут себе позволить хорошую машину, или это значит сразу отказаться от какого-то уровня жизни и больше перераспределить ресурсы в общество? Если мы говорим именно о социальных предпринимателях, повторюсь, я не являюсь социальным предпринимателем, я им помогаю, наверное, реальность такова. В некоторых случаях эти бизнесы могут быть очень высоко рентабельными, но драйвит по социальному предпринимателю не то, что он зарабатывает огромное количество денег или не огромное количество денег, а его драйвит то, что он решает или смягчает социальную проблему. И это сложная погоня за балансом, какое количество денежных средств выплатить в качестве зарплаты, и прежде всего себе. Мы часто видим, что именно основатели социальных проектов, социальных предпринимательских проектов откладывают на потом зарплату себе. Они выплачивают деньги команде. Реинвестировать деньги в проект, либо вытащить их из проекта на свои нужды и на нужды каких-то других проектов. И вообще, если мы посмотрим статистику, есть у нас опросы, которые делаются с определенной регулярностью по поводу социального предпринимательства в России. И здесь я, наверное, бы адресовала, те, кто нас видит, слышат, к исследованиям Цирконгрупп, которые делаются совместно с фондом «Наши будущие», с многими другими игроками рынка. То, насколько я помню, прибыль показывают, это тоже важный момент, да, как мы с вами смотрим, вот как живет проект. Прибыль показывает где-то треть проектов, наверное, где-то еще треть в районе нуля, еще треть, может быть, с минусом, с убытком. Но, повторюсь, показывать прибыль в отчетности – это одно, смотреть, как живет проект – это немножко другое. Бывают интересные ситуации, когда люди делают следующее. Они являются часто серийными предпринимателями, и кроме социального предпринимательства у них есть также традиционные предпринимательские виды бизнеса. И это нормально, когда у вас есть устойчивая коммерческая нога, которую кормят, и есть возможность сделать социальный предпринимательский проект, который в идеале сам себя поддерживает и развивает, но при этом не является для вас основным источником заработка. Ну, кстати, одна из основателей замечательного социально-предпринимательского проекта – это «Второе дыхание», это Чарти Шоу, Дарья Алексеева. Дарья, кстати, она была одним из победителей нашего студенческого конкурса финансового университета давно-давно, лет 10 назад. Она как раз говорит, слушайте, ну, мои согрупники, ну, там, они работают в «Газпроме», да, а вот я хочу, чтобы в социальной сфере люди зарабатывали столько же, сколько в «Газпроме», потому что пользы они приносят не меньше. Поэтому мечта. Ну, для меня это как раз вполне себе не провокационный, а резонный вопрос. То есть, предположим, ты человек, который возглавляет какой-то фонд, который борется с бедностью, нищетой, либо с голоданием детей по миру. И, собственно, результаты твоего фонда, достигнутые за прошлый год, позволили накормить там несколько миллионов детей. Имеешь ли ты право себе купить новые «Порши» в этом смысле или нет? С одной стороны, как бы сложно, а просто с другой стороны, ты сделал для мира намного больше, чем, ну, не знаю, какой-нибудь средней руки чиновник или еще кто-то, кто купил себе этот «Порш». Мне кажется, что правильно, когда человек сам для себя разрешает, либо не разрешает определенные вещи. И здесь со стороны говорить, ну, конечно, у каждого человека есть право на все в пределах каких-то общечеловеческих норм. Но говорить, ты можешь купить только «Жигули» последней модели или «Запорожец», знаете, какой-то, или ты можешь себе купить «Феррари», это внутренний голос. И, знаете, есть… Про «Феррари» согласен, про «Феррари» согласен. Это я тоже не могу понять, купил бы я, если бы даже были деньги на него. Вы знаете, если бы вы занимались, вот как многие социальные предприниматели, кого я знаю, социальные предпринимательские проекты, мне почему-то кажется, что этот вопрос вообще в голову бы… Вот он просто туда бы не дошел, да, вот есть вещи, о которых мы почему-то не думаем, но просто потому что, ну, а зачем об этом думать, это не наше. Вот, мне кажется, тема покупки «Порше», причем я сейчас вот перебираю в памяти своих знакомых со всего мира, в том числе там, которые завершали свою карьеру в промышленной части или коммерческой части, будущие членами правления крупнейших компаний мира, ну, из той жизни «Порше» могло остаться. Но если они делают фонд, то вот они, ну, как бы они себя обеспечили другим. То есть вопрос покупки новой автомобиля из денег фонда, ну, точно не придет в голову, ну, просто он туда вот не зайдет. Ну, согласен, это интересная очень мысль, я бы еще на нее пофантазировал когда-нибудь, потому что, вот как сказала ваша коллега, если действительно это было бы прибыльное дело, ну, никто не говорит про роскошь, возможно, что ты готов жить на серьезном уровне жизни, позволить себе хорошую еду там и правильный отпуск, и при этом делать общественно полезное дело, это было бы, конечно, просто здорово. Вы, наверное, слышали сейчас про вот эту, ну, кучу скандалов и обсуждений, связанные с хедж-фондами, которые активно инвестируют. Геймстоп, да, да-да. Да-да-да, геймстоп и все остальное. Ведь, ну, согласитесь, если уж там глобально смотреть на мир, лучше бы за социальное предпринимательство можно было заработать столько денег, чем за игру на понижение компаний. Ну, я, знаете, здесь вот, наверное, отойду от темы сегодняшнего стрима «Импакт экономики». И вот мне, например, очень нравится то, как комментируют ситуацию на рынке, в том числе с этими хедж-фондами из Геймстоп, тоже выпускник финансового университета, финансового института, Евгений Коган. Поэтому я здесь могу только адресовать к нему. Настолько здорово разложил детали, что я, как профессионал-банкир, могу только аплодировать, читать и понимать, что, да, это в том числе способ. Вот, кстати, способ гражданской активности наказать фонды, которые на рынке пытаются установить свои правила игры, не затрагивая, вернее так, затрагивая и нарушая интересы миноритария. Ну, это, кстати, мы с вами зашли в такой красный океан такого типичного бизнеса. Это вот мы ушли чуть-чуть из «Импакт экономики» и социального предпринимательства. Давайте к ней вернемся. Прежде чем вернемся, несколько вам приветов, скажем так. Наверное, сейчас покажется на экране некие приветствия в нашем чате, которые пишут, наверное, ваши знакомые. Да, и, кстати, замечательные представители рынка «Импакт экономики», потому что, вот, Анастасия Лужкина, если кому-то нужно что-то узнать про фондрейзинг, ну, наверное, лучшего эксперта сложно найти. Ну, вот Ольга Попова-Качевкина здесь рассказывает наши с ней истории. И, кстати, то, что Ольга сейчас делает в компании «Луис Плюс», создавая инфраструктуру системного корпоративного волонтерства и работы с фондами, это тоже та тема, которая заслуживает большого-большого внимания. Татьяна, честно, не помню, может быть, где-то встречались, не помню. Ольга тоже очень рада. Да, я думаю, что это просто слушатели, которые, возможно, что-то знают про вас. Возможно, просто послушали, подключились, посмотрите, про то, что такое «Импакт экономики» и «Социальное предпринимательство». И, собственно, давайте попробуем, ну, вот на текущий момент, обвинявшись какими-то первыми встречными мыслями, дать это определение. Ну, давайте так, чтобы прям совсем просто представим, что перед вами стоит 10-летний мальчик, ну, или девочка, и спрашивает вас, Ольга, а что же такое «Социальное предпринимательство»? Какими-то вот простыми словами для ребенка вы бы что ответили? Наверное, да. Социальное предпринимательство – это хороший, то есть устойчивый предпринимательский проект, который создан для того, чтобы либо решить социальную проблему какую-то, либо ее смягчить, потому что, к сожалению, мы не каждую проблему можем решить. Но смягчить мы можем точно. Ну, хорошее определение. Представим, что к этому ребенку подходит его и ее папа, богатый владелец газет, заводов, пароходов, и спрашивает мне, ну, давайте теперь мне на моем языке, что это такое, по сути, это благотворительность, либо это все-таки предпринимательство или конкурс социально значимых проектов? Дело в том, что похожие вопросы от владельцев газет, пароходов, заводов я получаю. И более того, будучи еще соучредителем, членом управления, такой у нас есть специфический клуб выпускников финансового университета, куда входят собственники либо первые лица компании, как раз там я пробую это рассказывать, в том числе в виде интервью для нашего корпоративного журнала «Мафия». И, наверное, первое, что я сделаю, я спрошу, а почему ему это интересно? И вот в зависимости от того, что он мне скажет, я ему немножко по-разному это буду объяснять. Потому что если он спросит, а это вот про деньги? Нет, если вы только про деньги, вам не сюда, вам лучше вот в традиционный бизнес, там все хорошо. Это про благотворительность? Нет, это немножко посередине. Это вот уникальная ситуация жареного льда, когда мы с одной стороны вроде как занимаемся то, что иногда социалочкой, то есть мы решаем или смягчаем социальную проблему, но люди, которые это делают, осознают очень хорошо, что если это делают на благотворительные деньги, то это топливо заканчивается, и это ресурс, который не управляется вами. Завтра что-то случилось с дарителями, да, кризис в экономике, поток исчез. А получается, что вы как основатель проекта, вы вроде как в ответе за тех, кого приручили, в ответе за своих благополучателей. И вот чтобы у вас сердце не болело, где очередной раз за деньги, вы создаете устойчивый механизм получения, зарабатывания этих денег. Не всегда это возможно в отношении какой-то социальной проблемы конкретной. Иногда действительно можно жить только на благотворительность. В этом случае социальные предприниматели, по-другому их называют социальные инноваторы, создают гибридные модели, когда рядом, например, с фондом благотворительным есть коммерческая нога, которая зарабатывает деньги. Это хорошее определение. Насколько это сейчас у меня просто в голове соотносится, насколько это близко с таким уже знакомым к корпорату концептом корпоративной социальной ответственности, CSR, там есть ли как угодно. Да, последние 10 лет более модно в состоянии белой ци, устойчивое развитие, которое включает в себя. Знаете как, все-таки в социальном предпринимательстве слово предпринимательство звучит, его важно слышать. И представить себе предпринимательство, корпоративную социальную ответственность достаточно сложно. Корпоративная социальная ответственность, когда мы делаем что-то хорошее миру, но иногда, воодушевившись вот этой идеологией, компании начинают, большие компании начинают заниматься проектами в сфере социального предпринимательства или социального бизнеса. Если хотите пример, то вообще такой пионер на рынке социального бизнеса – это компания «Данон». В 2007 году в аэропорту «Шарль-де-Голь», президент компании «Данон», Жак Рибун, если я правильно помню, встретился с Мухаммадом Юнусом. И Мухаммад Юнус, он тоже любит часто такую критическую позицию занимать, сказал, а что компания «Данон» может делать хорошего, ну, большая компания, да, вот чем можно помочь миру. И рассказала о проблеме, что в Магладеш, одна из беднейших стран мира, откуда Юнус родом, дети очень часто умирают в возрасте до года. Связано это с тем, что мамы плохо питаются и нет витаминов. И вот прошло несколько лет. Компания «Данон» сделала фабрику по производству йогуртов. Йогурты оказались не такими, какими мы привыкли, потому что выяснилось, что жители Магладеш любят кислое и соленое, но не любят сладкое. Поэтому, когда им пытались предложить йогурты, как во Франции, да, что-то не шло. Там нет хорошей возможности хранить йогурты, потому что нет холодильников, очень бедная страна. Соответственно, свойства адаптированы для переноски жителями. Дальше компания «Данон» сделала такие же технологии еще в нескольких странах мира. И получила здесь тоже, наверное, скажу об этом, очень интересный эффект. Казалось бы, для чего это, да, вот корпоративная социальная ответственность. Ну, вроде отдаешь, но вот для имиджа или еще для чего-то, или за внутренние потребности. А вот именно социальный бизнес и социальная предпринимация дают еще один интересный эффект. Через несколько лет, используя наработанные технологии изучения спроса целевой аудитории, адаптации продукта по целевой аудиторию, компания «Данон» выпустила во Франции йогурт для пожилых людей. Потому что вот эта вот идея социального эффекта, она вдруг, вдруг показала, что просто производить йогурт, ну, там, с красивой оболочкой – это одно, а делать их под потребностью целевой аудитории – совсем другое. И мы очень разные, целевая аудитория, там, дети в Магладаше или пожилые люди во Франции, нам требуются разные витамины для того, чтобы мы хорошо функционировали. И вот такой поворот произошел. А где… Хороший пример, я думаю, сейчас мы еще постараемся несколько примеров привести, а где нам найти грань между социальным предпринимательством, там, корпоративной социальной ответственностью и маркетингом, условно говоря. Я объясню, почему спрашиваю. Я когда-то очень давно познакомился с этим сегментом, мне там довелось учиться в Австрии, и мое общежитие было прямо напротив мусорного завода, и он был лучше, чем все дома, которые напротив моего текущего дома. То есть это было прямо красивое здание, приятно пахнущее. И там был целый курс прям по социал, по корпорейт социал респонсибилити. И пример, который мне больше всего вбился в голову, ну, самый первый, это что отели берут, вешают зеленую табличку на полотенце и экономят десятки тысяч долларов на химчистке. И параллельно спасают там природу. Я как бы, ну, во многих отелях разных был, и уверен, что многие делают это не из-за зеленого эффекта. Вот где-то грань, где это используется на пользу, а где продает услуги. Как, знаете, там, повесил эко-табличку на какую-нибудь историю, на какой-нибудь продукт, и ждешь его увеличения продаж. Волшебную таблетку или волшебную лакмусовую бумажку, которая определяла бы, о, это социальный инноватор, или, м, это маркетинг, мы пока не изобрели. Может быть, из-за того, что мир очень быстро меняется. И, ну, даже смотрите, вы самих определений социального предпринимательства. Есть замечательный социальный предприниматель из Германии, Андреас Хайнеке. И вот он рассказывал, что он в немецком языке попробовал найти эти определения. Значит, он нашел 142, но не потому, что они закончились, а потому что он устал их находить. А мы с вами сейчас еще берем и корпоративно-социальная ответственность. А чтобы добавить, есть же еще умное научное слово корпоративно-социальное реагирование. Знаете? Я не знаю. Вот мне, например, я рассказывала, у меня там был опыт программы со шведским институтом, такое государственное администрацию по продвижению Швеции за рубежом. И как раз они делали курс для топов России, Белоруссии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Швеции, Сфинляндии по устойчивому развитию. И получилось, что вот мы как раз обсуждали, что такое устойчивое развитие, и никак не могли это понять. Начали приводить какие-то примеры. Дальше я приехала в Россию и говорю, смотрите, государственная корпорация по азартным играм, шведская игра называется. Вот они выработали методику, как остановить человека от азартных игр. Мне говорят, да, это не корпоративно-социальная ответственность, это корпоративно-социальное реагирование. А что это? А это когда компания табачная или алкогольная, она старается возместить, компенсировать тот ущерб, который наносит в основной продукции. И вот тогда это реагирует. Хуже того, по поводу лакмусов и бумажек. Я была экспертом, ну и являюсь экспертом там разных конкурсов и фондов. И вот на заре развития социального предпринимательства, или скажем так, моды на социальное предпринимательство в России, на несколько конкурсов подавалась по-серьезному одна и та же заявка с социальной водкой. Почему она социальная? Просто там социальной водкой? Да, социальная водка. Хорошая идея, хорошая идея. Замечательная. В чем социальность? Умирающий городок, работы нет, есть только ликероводочный завод. Соответственно, производство ликероводочных изделий, прежде всего водки, дает заработок тем, кто иначе этого заработка не получил бы никак. Было много пограничных случаев, не только у нас. В Великобритании, например, вообще возникла такая тенденция, которую назвали социальной мимикрией, или мимикрией социального предпринимательства. Это происходит в каком случае? Вот, например, правительство выделяет субсидии на развитие детских садов. Есть социальная проблема, нет детских садов, не хватает. Социальный предприниматель, как он себя называет, говорит, хорошо, я открою детский сад, дайте мне субсидии. И он открывает детский сад, первый, второй, третий, все хорошо и замечательно. Дальше правительство говорит, вы знаете, кажется, мы эту проблему решили. Все, детских домов достаточно, очередей нет. Давайте-ка мы теперь будем субсидировать, ну, например, фантазирую, дома престарелых. И вот социальный предприниматель, которого пронаблюдали, как такого предпринимателя, который мимикрирует, он говорит, так, значит, теперь субсидии на дома престарелых. Здорово, занимаюсь домами престарелых. Вот мне кажется, грань здесь, знаете, в очень честном ответе на вопрос, а зачем ты это делаешь? Я прекрасно понимаю, что далеко не каждая корпорация вслух честно ответит на этот вопрос. Далеко не каждый предприниматель вслух честно ответит на этот вопрос. Но вот если мы задумываемся, для меня такой лакмусовой бумажкой точно является ответ на вопрос, зачем ты делаешь то, что ты делаешь. Ну, исходя тогда из вашего ответа, мы поменялись с вами местами, вернулись обратно. Получается, что ответ на этот вопрос может быть только внутри человека, который этим занимается. И, собственно, для окружения, наверное, не должно быть важно, что именно это сейчас происходит. А вот здесь что-то такое. Чтобы отличить проект социального предпринимательства от чего-то еще, с одной стороны, да, внутри человека есть ответ на этот вопрос, но поверьте, когда вы смотрите, когда у вас уже есть опыт взаимодействия с такими проектами, с такими людьми, это считывается. И считывается достаточно легко. Не по документам, а при общении. Вот мы теперь чуть-чуть поняли часть вашей профессиональной экспертизы. Наверное, самое важное для вас при первой встрече с этим человеком понять, зачем он это делает. От этого вы строите уже коммуникацию и дальнейшие какие-то... Если человек или команда приходит ко мне за помощью, да, совершенно точно. Первое, что я предложу сделать, это поговорить. Обычно это разговор часа на полтора. Зачем? Если я понимаю, что это совпадает с моим пониманием социальной пользы, импакта, и я при этом могу помочь этому человеку с его проектом, неважно. Это не всегда социально-предпринимательский проект, это, может быть, и просто социальный проект, то тогда я буду помогать. Но мне кажется, также важно это считывать и тем, кто дальше в инфраструктуре поддержки социального предпринимательства и социальных инноваторов. И в этой инфраструктуре я включаю не только государственные субсидии для кого-то, а всех нас. Потому что каждый из нас нужно помочь своей профессиональной экспертизе или руками, или сердцем. Ну вот давайте теперь как раз в конкретику немножко. То есть, наверное, какая-то общеводная многим понятна, что давайте пару примеров проектов, которые прям ярко характеризуют социальное предпринимательство. Ну вот есть у нас один «Данон» с йогуртами, какие-нибудь еще несколько примеров, может, из разных областей. Да, только давайте сделаем так. Я начну перечислять и немножко рассказывать, а вы не остановитесь. Сделаю я вот это почему. Договорим. Это огромное количество совершенно замечательных людей и проектов. Я не могу выделить из них там два или три вот наиболее замечательных. Поэтому у меня просто остановитесь, ладно, в какой-то момент. И ремарка. «Данон» – это все-таки социальный бизнес. Вот здесь мы в ловушку определений попадаем. Потому что они не совсем предприниматели. Они делают серьезный, достаточно крупный бизнес в виде фабрик. Все это укладывается в широкое понятие «Импакт экономики», но тяжело укладывается в маленькие, небольшие определения социального бизнеса, социального предпринимательства, волонтерства. Небольшие по сравнению с большим понятием пространства воздействия «Импакт экономики». По поводу примеров. Буду перемешивать наши и зарубежные, ладно? Вот я говорила про Андреа Сахайнаки. Это человек, который создал серию социально-предпринимательских проектов с общим названием «социальный диалог». Опять ловушка смыслов, потому что «social» с английского переводится более многоозначенно, чем «социальный». Иногда было бы, наверное, правильно сказать «общественно полезно». Вот я бы в этом контексте смотрела на «социальный диалог». Первым диалогом был диалог в темноте. И, возможно, вы знаете этот проект, есть диалог в темноте по франшизе в Москве, и есть аналогичные похожие проекты. Это и проект «Анатолия» в Санкт-Петербурге, «Мир в темноте», есть проект «Амилерия в темноте» в Екатеринбурге и так далее. Ну так вот, это ситуация, когда вы, человек зрячий, попадаете в абсолютную темноту. То есть то пространство, где вы теряете 70-80% своей ориентации, потому что 70-80% внешней информации, как говорят ученые, мы получаем именно за счет зрения. И нашими проводниками в этом мире темноты становятся те люди, которые изначально слепые люди, которые ориентируются в этой темноте как в родном для себя пространстве. Проект дает рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению. А, наверное, то, что он делает еще более круто, это то, что он дает возможность почувствовать и себя по-новому, и осознать свою коммуникацию с другими людьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Есть разные варианты, там есть тренинги в темноте, есть рестораны в темноте, есть выставки в темноте, есть приключения в темноте. Ну, вам надо там сесть в лодку, переплыть по реке, зайти в магазин, что-то купить в абсолютной темноте, да? Я на самом деле тут как раз перебью, чтобы сказать, что для тех, кому интересен этот проект, я тоже был частью, ну, участвовал просто как в квесте в этом, по-моему, в торговых центрах в некоторых встречается, где-то там на третьем транспортном кольце, в торговом центре просто наверху я был. Очень интересный экспириенс, даже в какой-то момент тебе кажется, что ты видишь в темноте что-то, на самом деле это, естественно, обман внутреннего воображения. Но что мне действительно понравилось, ну, я за это заплатил деньги, получил какой-то экспириенс, это вполне себе бизнес, который платит аренду. Но, с другой стороны, люди, которые поддерживали вот эту всю историю, это были как раз незрячие либо слабовидящие люди. Я подумал, как здорово, что у них есть какая-то работа. Я даже с большим удовольствием пообщался, как они работают на компьютере, попробовал посмотреть там клавиши. Согласен, крутая история. У меня был примерно тот же опыт. Кстати, вот первый раз я была в Вене. Андреас, нас тогда пригласили после саммита социального бизнеса. И вот в Вене тоже есть диалог в темноте. Да, мне тоже было интересно спросить, а как они учатся. То есть это тот мир, который находится рядом с тобой, но ты его не трогаешь, ты его не знаешь, пока ты начинаешь разговаривать. Следующий проект, который в рамках социального диалога возник, это «Диалог в тишине». И вы знаете, вот мы попробовали, то есть тоже команда приехала на другой саммит социального бизнеса, по-моему, команда из Сингапура прилетела в Малайзию специально, чтобы показать и сделать несколько тренингов. Ну, наверное, вот мне было страшнее потерять слух. То есть когда нас садили профессиональные наушники, ты не слышишь ничего. То есть первое, эффект просто абсолютной паники. Потом ты понимаешь, что вообще-то мы разговариваем же не только словами, правда? Мы говорим глазами, руками, жестами. И уже там после получаса такой подготовки командам было дано задание сделать газету по актуальным темам города, договориться, что в ней будет, что будет в колонке главного редактора и представиться другим командам. И все это без звука. А в Сингапуре это функционирует в виде кабара. Представляете, кабара, в котором нет звуков. Есть очень много... То, что я видела, это было очень много любви от людей, которые это делают. Это лучащиеся люди, это улыбки на глазах. Это потрясающая энергетика. Следующий проект в социальном диалоге. Диалог во времени. Когда вы слышите историю тех, кого уже нет. Вначале он был реализован, насколько я знаю, кроме Германии, в Израиле, в России. По-моему, в Москве тоже было в виде временной такой вот выставки. Социальные предприниматели, они же не останавливаются. И вот еще два проекта, которые Андреус реализовал. Это диалог со смертью. В немецком варианте он звучит мягче. Он называется диалог с концом. То есть, the end по-немецки, это конец, но конец жизни. На русский язык, наверное, приведем уже как бы со смертью. И необычные музеи. И вот эта вот история необычных музеев, где вещи с нами тоже говорят, и мы говорим с вещами. Это тоже такой проект. Это один... Окей, принимается. Это разные серии проектов, которые привлекают внимание к определенным проблемным темам общества, при этом оставаясь коммерчески, ну, самостоятельными. Ну, мы же с вами про предпринимательство, поэтому я специально говорю только о тех проектах, которые проекты социального предпринимательства. То есть, да. Не, засчитывается. Давайте попробуем на какие-то примеры. Ну, то есть, этот кластер как бы социального предпринимательства, да. Какие-то, может быть, еще более коммерческие истории, или которые направлены на создание какого-то продукта, или... Давайте попробуем. Есть девушка, женщина замечательная, которую, наверное, знают все в России, и не только, кто интересуется социальным предпринимательством. Это Гузель Санжапова. Это проект Кока Белла. Это сейчас больше мы это слышим под названием «Малый Турыш». В чем проект? У Гузель, у папы в деревне «Малый Турыш», небольшая деревня, как, к сожалению, часто в России с вымирающим населением, да, остались только старики, есть пасека. И вот возникла мысль, а что делать, чтобы это место как-то жило, и чтобы не уезжали молодые, наоборот, туда приезжали. Возникла мысль, и мед есть. И Гузель решила сделать из меда новый продукт. Ей со мной, как она говорит, ну, мед очень сладкий, притерный. Отсюда родилась идея крем-мед с ягодкой. Но сейчас этот продукт только ленивый, по-моему, не делает, но изначально он был придуман именно в виде такого инновационного продукта. Ну, кстати, социальные предприниматели очень частные инноваторы. Он создан мед с ягодками, бабушки стали собирать ягодки. У них появилась хорошая прибавка к пенсии. Да, они собирают ягодки в сезон, сдают как товарческое сырье, получают денежку и живут лучше. Останавливаться-то нельзя, но и рынок там уже дополняется. Соответственно, Гузель стала думать о том, а вообще как сделать это место немножко другим. И она стала привлекать туда и крупные корпорации. Например, если я не ошибаюсь, на деньги Юни-Левера там была сделана скважина. Представляете, там не было вообще воды чистой. Вот появилась скважина. Дальше возникла идея создать центр общественный, чтобы там была пекарня, например, чтобы люди не в соседнюю деревню за много километров ходили, ездили за свежим хлебом, а чтобы можно было делать на месте, чтобы была небольшая гостиница и так далее. Сколково помогло в развитии этого проекта. Просчитали этот общественный центр. Другие большие корпорации, ну, тоже понятно, что не просто так, а здесь есть диалог, и когда Гузель рассказывает об этом своем желании, стремлении, своей мечте, то корпорации, конечно, этой мечтой в хорошем смысле заражаются. Начал создаваться этот общественный центр. Гузель делала замечательные, продолжает делать замечательные краудфандинговые компании на планете РУ. Кстати, тоже очень интересный момент, что социальные предприниматели, традиционные тоже, им важно проверить, действительно ли востребован продукт, который они производят. А в данном случае Гузель производит продукт. Это изначально кремлет с ягодками, потом появился чай с ягодками на ложке. И эта идея, она заразила тот же самый Unilever. И может быть, вы видели, Алексей, может быть, нет, но какое-то время чай Lipton продавался вместе с вот этими замечательными ложечками экологическими, которые вы опускаете в чай и чувствуете запах трав и вкус этих ягодок. У меня есть такой мед с ягодками, прямо здесь на кухне стоит яда. Я смотрел длинное интервью с Гузель, мне тоже это очень понравилось, ну, сама идея. Давайте еще выделим тогда один кластер, принимается, опять же, проект. Кластер людей, которые пытаются сделать мир чуть вокруг лучше себя, придумывая какое-то дело. Ну, то есть я всегда бы еще отнес, знаете, были много проектов, связанные там с вязанием шапок, когда с бабушками вяжут шапки и продают их. У меня тоже есть такая шапка еще где-то. Ну, оказалось, великовата, но все равно лежит. Ну, то есть в целом, наверное, можно отнести сюда как перспективу. Я сразу хочу, чтобы кто-то услышал для себя какую-то идею, что если ты там, например, живешь и чувствуешь, что вокруг тебя все плохо, то можно придумать, как занять людей чем-то интересным, чем-то приносящим прибыль вокруг, и использовать эту прибыль для улучшения этой пространства вокруг себя. Абсолютно точно. Причем нравится как. Здесь кластеры пограничные, потому что Гузель развивает, местности, и если мы возьмем, например, проекты из этого же кластера, пользуясь этой терминологией, то я бы, наверное, говорила о Наталье Никитине, это коломенская пастила. Тоже наверняка слышали про коломенскую пастилу, куда там очередь месяцами на экскурсии. А тоже началось, Наталья, с мечты яблоки гибли. То есть была традиция в Коломии яблочные сады, яблониевые сады выращивать и пастилу делать. А потом это ушло, и стало чахнуть все. И яблони тоже. А было очень-очень жалко, и очень хотелось возродить старинные традиции и посаду. И вот началось-то с музея коломенской пастилы. А посмотрите, как развелось. Там и музей калача, и огромное количество разных, небольших производств восстанавливают. Старые запахи, ароматы, традиция. Дома восстанавливают, чтобы людям, кто приезжает, было где остановиться. И вот когда мы с Натальей периодически разговариваем, когда я слышу про эти совершенно замечательные артели людей, которые восстанавливают эти дома, по сути, город преображается. То есть туда жизнь возвращается. Вот это вот прокластер возвращения жизни, осмысленной жизни, жизни полноценной. Те уголки, которые, в общем-то, по какой-то причине вдруг стали, ну, забытыми. Не будем говорить, заброшены, не забытыми. Отдельный клад. И этот сегмент принимается. Что-то более крупное, может быть, такое массовое, или там международное. Не знаю, что сказать. Просто что-то еще, какой-то новый взгляд на эту ситуацию, какой-нибудь проект выделяющийся. Очень много проектов, которые помогают людям с различными ограниченными возможностями здоровья. И здесь это, ну, это просто огромный, огромный, огромный спектр проектов. И если про мечту и про людей, то я бы, наверное, рассказала о том проекте, который несколько лет назад пришел на Social Impact Word в России. Проект, по сути, вчерашних студентов, инженеров, которые решили, что нужно сделать что-то полезное при помощи 3D-принтеров. И они придумали, что на 3D-принтерах можно печатать протезы рук, кистей. Особенно это актуально для детей, потому что они же растут, поэтому это протезы, которые нужно менять. А еще, чтобы этот протез умел что-то делать, умел работать. Вот с этой мечтой Илья Чех и его команда Моторики пришли когда-то давно в Social Impact Word. Сегодня эта компания, которая, она уже международная, делают они фантастические вещи. Знаете, год 2 назад, по-моему, мэр Берлина за долгое время впервые приехал в Москву. И вот в Impact Hub Москва мы сидели, разговаривали. Илья спокойно рассказывает мэру Берлина, его спровождающей группе, что вот сейчас они сделали протез, который уже они делают для взрослых, естественно, который они будут выводить на европейский рынок. Стоится он будет 10-15 тысяч евро, а управлять он будет нейронами головного мозга. И вот в этот момент я понимаю, что это, мне кажется, не просто наступило, но ты в нем живешь, ты не всегда это чувствуешь. Представляете, значит, ты сделал что-то полезное при помощи 3D-технологий. Родился протез, который просто меняет жизнь людей, меняет жизнь и детей, и взрослых. Отзывов на эту тему очень много. Другой кластер? Да. Очки для слепых, которые не видели, одели очки и могут хотя бы образы распознать. Тоже наши разработки. Я видел видос на Ютьюбе, где мужчине, он зрячий, но он дальтоник. И ему очки, которые позволяют видеть в цветах, они стоят порядка 10 тысяч долларов. На тот момент стоили, не знаю, как было видео. То есть это очень раритетная вещь. Но ты их надеваешь, и ты начинаешь видеть цвета снова. Да? Я видел, да, я прям видел запись, когда он надевает первый раз эти очки, в каком шоке он стоит. Как бы, ох, ого, ого, говорит. Ну, ему лет 40-50 даже, наверное, вот так вот. Мне кажется, вы такую классную метафору сейчас подобрали вообще до импакта экономики для социального предпринимательства. Вот эта возможность за счет того, что ты делаешь, дать человеку новое ощущение жизни, жизнь в полных красках, в ярких красках, в полноценную жизнь. Это, наверное, то, что выражает суть импакта экономики и социального предпринимательства. В тот же кластер есть замечательный датчанин, Тортл Зонна. У него сын аутист. Ну, и как все родители детей аутистов, да, есть определенные вещи, с которыми тебе придется смириться как родителю, ну, и помогать своему ребенку. И вот однажды, когда, по-моему, его сыну было лет 7, через несколько месяцев после путешествия по Европе он нарисовал по памяти карту, которую он видел в навигаторе. И эта карта не сильная, если вообще отличалась от того, что было на экране, очень подробно, несколько месяцев назад. Отсюда родилась идея создания фонда, который будет создавать рабочие места для людей с расстройствами аутического спектра. Потому что выяснилось, что за счет своей концентрации они очень классно тестируют программное обеспечение. Они очень здорово работают там, где, ну, там, скажем так, человек с условно неограниченными, хотя это не так, возможностями, но будет не то, что бесполезен, но выполнить свою работу гораздо позже. У них была, мне считаю, миллион рабочих мест. Мне кажется, они ее уже достигли. Это называется специалистный штабинг фондейшн, то есть если перевести на русский, то это фонд специальных звезд. Они замечательно сотрудничают с большими корпорациями. Например, в ЦАПе мы это обсуждали, что у них 10 тысяч рабочих мест. Это люди с расстройством аутического спектра. И они работают лучше на этих задачах, чем просто люди, вот, не неподготовленные. Много про это слышал. Копирайтеры, программисты, то есть какие-то такие более точные, не требующие коммуникации вещей. Это прям на первый раз услышал, даже подумал, что, может быть, это какая-то такая байка, но потом я, правда, прочекал в интернете. Это правда. И они не единственные. Есть много других проектов, которые также помогают людям с расстройством аутического спектра, вот, тоже найти свою профессию мечты, скажем так, и работу мечты, важно, работа, именно с IT-технологиями. Есть вообще уникальные вещи. Есть человек фантастический, его зовут Джек Син, он из Сингапура. Если вы погуглите «Мистер туалет», то вы его найдете. Он успешный предприниматель, который просто в определенном возрасте задумался, а сколько он будет жить. И понял, что в Сингапуре мужчины живут до 80. Ну, собственно, он это посчитал в годы, в месяцы, в недели, в дни, в часы. И вот с этого момента стало ему очень жалко каждый свой час, каждую минуту жизни, когда ты не делаешь что-то полезное, потому что они уходят. И с этого момента он подумал, что вообще надо сделать что-то полезное для мира, при том, что, повторюсь, он успешный, хороший предприниматель, традиционный. И тогда он решил посмотреть на ту часть мира, на которую никто не смотрит. Извините, на канализацию. И на тот момент, как выяснилось, там, порядка 37% населения мира не имеет доступа к туалетам, в привычном нам смысле слова. За это... Алексей, у нас куда-то еще звук. Пардон, да, нашел, пока вы говорили, нашел, есть фильм, называется даже «Мистер Тойлет», это про него, документальный фильм. Можем, наверное, посоветовать посмотреть. Он фантастический, он очень интересный спикер, в том числе можно посмотреть его выступление «Тадексия». Кстати, туалеты на Олимпиаде в Сочи были сделаны в рамках данного проекта. Он назвал свою организацию, вы говорили про ЦУН, да, а он назвал WTO. WTO обычно World Trade Organization, там мы знаем всемирную организацию торговля. А у него World Toilet Organization. И вот это... Шикарный прием маркетинга и правильного ипотажа направленного в нужное русло. И он смог довести до того, что в ООН у этой организации есть свое постоянное место. Праздник туалета стал всемирным праздником ООН. Много людей стали использовать эту санитарею. А если мы серьезно посмотрим, во многих странах, азиатских и африканских, отсутствие туалетов это еще большая сложность для женщин и девушек, потому что, когда они отходят в сторону, понятно, что происходит. И поэтому насилие над женщинами и над девушками часто причиной его является именно отсутствие элементарно-технических санитарно-технических условий дома, когда они вынуждены куда-то уходить. Кроме того, это перенос болезней, потому что мухи, они же не разбираются, кто богат, кто бедный. Муха на одном посидела, перелетела дальше в дорогой ресторан, посидела там на продуктах. И это мы с вами живем в мире, где нет малярии и еще чего-то. А во многих странах это очень актуальная проблема. Возвращаясь к Биллу Гейтсу, я не знаю, это связано с ним или нет, но я видел его видео, где туалет, который перерабатывает отходы в питьевую воду и в энергию параллельно. Это вообще просто вот это пример социального предпринимательства. Надо посмотреть на детали, но это точно пример социального инноваторства. Вот точно. Когда мы делаем хорошее из обычного. Кстати, вот вы говорили про бабушек. Вообще в мире социального предпринимательства все очень связано. То есть очень многие люди как-то переплетены друг с другом по всему миру. И, например, основатель движения Маму, это как раз движение в Латвии, когда бабушки, ну, началось, что бабушки получают маленькую пенсию, но при этом очень здорово умеют вязать. Вот Фьон Добен, приехав из Германии в Латвию, будучи еще практически студентом, он решил помочь этим бабушкам и договорился с модным дизайнером, чтобы она ставила свой депут на шарфики, которые вяжут эти бабушки. Все были плюсы, потому что шарфики хорошие, качественные бабушки вяжут хорошо, Фьон обеспечивал логистику и так далее. Через несколько лет с момента нашего первого с ним знакомства мы разговаривались, вдруг выяснилось, что он как раз для Джека Сима в рамках своей чуть ли не курсовой или выпускной работы как дизайнер конструировал переносные мобильные туалеты. Ну, нет, на самом деле тут я вообще эту тему нельзя преуменьшить. Я вспоминаю там деревню в детстве и там какие-то еще, ну, то есть отсутствие нормального гигиенического туалета это не такая уж маленькая проблема, я хотел бы заметить, я прям в этом открытом состриме, что на ней не стоит смеяться. Параллельно быстро чуть дополню наше обсуждение, покажу чат в какой-то сейчас должен появиться на экране сейчас ну, ладно, я зачитаю тогда по отдельным сообщениям в целом спрашивали про то можно ли дать какую-то детализацию, причем здесь уже развернулась некая дискуссия, можно ли попробовать распределить социальное предпринимательство по разным категориям, вот мы с вами выделили какие-то категории, давайте попробуем подвести резюме, какие вообще есть категории социального предпринимательства, ну, давайте не буду помогать вам даже. Не надо, а дело в том, что эти категории социального предпринимательства столько же, сколько есть разных сторон в нашей жизни, вот вы сможете описать все стороны нашей жизни, я думаю нет. Не смогу, но могу сказать, есть работа, учеба, личная жизнь и хобби, ну, вот на таком уровне. Ну, хорошо, давайте тогда попробуем, может быть, по тем областям, где больше всего видно проектов, особенно состоявшихся. Уже сказала, люди с ограниченными возможностями в совершенно разных итерациях, это и возможность социализации, это и возможность дать работу там, где можно ее дать. Мы видим, например, в рамках того же конкурса «Начнее иначе» много проектов, связанных с трудовыми мастерскими, которые особенно работают для людей с с ментальными нарушениями. Отдельная категория это люди, это женщины. Здесь у нас могут быть мамы-одиночки, у нас могут быть мамы с маленькими детьми, находящиеся в депрессии, в невозможности самореализации. Ну, я отчасти женщина, такая проблема существует. Это женщины, которые там в определенном возрасте не могут ресоциализировать и найти какую-то работу. Это тема мигрантов, которые в России работают, это тема бездомных, проекты в России есть. Это тема помощи пожилым людям и не просто помощи, а здесь очень-очень тоже много всего. Вот там один проект, который сейчас разрабатывают, который уже презентовали замечательные Татьяна Гроздова и Екатерина Курашева, создатели движения Young Old, молодые и старшие. Вот они поняли, что молодым и старшим негде знакомиться. Вот они теперь делают Older. Тиндер знаете, а вот это Older. Тоже тема. Есть тема домов третьего возраста, то есть, например, Наталья Перязова, она называет дом для тех, у кого выросли дети, дом у папы. То есть, это вопрос не дожития жизни, а раскрытия вообще по-новому людей в определенном возрасте и попадая или приезжая, оказываясь в таких вот пансионах третьего возраста, как их еще называют, люди начинают писать. Брендинг домов престарелых, извините, или если это термин, я не знаю, можно его говорить слухой или нет? Можно, конечно, просто мне кажется, что есть разница, ну, можно же похожие вещи называть разными именами, получать разный результат. Вот здесь тоже, да, дом престарелых в нашем понимании, в общем, чаще всего это дом, это дом, куда люди, они там оказываются, приезжают умирать, как они считаются. Они считают, да, а вот пансионат третьего возраста или дом для тех, кого вы расследите, там люди, они поют, они играют, они общаются, допустим, как у Натальи, это сделано с детьми из детского сада, семь гномов, и вот эта вот связь с поколением, это фантастическая вещь, которой крайне не хватает и которую нужно восстанавливать. Отдельный кластер это проекты по помощи животным. Здесь есть проекты, которые, ну, скажем так, связаны с традиционными приютами, а есть проекты, которые используют абсолютно новые или там инновационные, там, вот это слово, технология, когда, например, вы можете выбрать своего любимца и виртуально там его покормить, да, из косточку поднять его рейтинг, чтобы он был там первый на пристраивание. Вот это такой проект, это уже недавно, ну, как недавно, вот это четыре, там знакомо, Teddy Food, например. Экологический кластер. Слушайте, огромное количество проектов в области экологии и здесь, наверное, один из таких ярких примеров, тоже проект, который я очень люблю, ну, как проект, экосистема целая, называется ЭКО. Татьяна Честин, Елена Горохова. Представляется, это в одном проекте. Там и лес сажают, посади лес. И придумали они лесоматы. Вот банкомат вы точно знаете? А вот это такая же штучка, только вот через нее лес сажается. Есть ассоциация зеленых вузов. Подождите, это как, как? Я кладу деньги, а где-то сажается лес? Или как это? Вы получаете сертификат, вы знаете, где этот лес посажен. Более того, важно, чтобы он не просто был посажен, а чтобы за ним ухаживали. И дальше, чтобы вы понимали, что этот лес не умер через год после посадки, хорошо если, а что он действительно превратился в настоящий лес. Этот мониторинг ведется. Это это и не... Ой, я тут вас дополню, извините, тоже прям про эту тему. То, чем я пользовался когда-то, для таких снобов, как я примерно. Елка, ты покупаешь елку живую, но в горшке, и потом от тебя забирают ее и высаживают. Она стоит, естественно, в 3-4 раза дороже, чем просто елка срубленная, но вот это чувство собственного достоинства перекрывает эти лишние 3-4 тысячи рублей. Абсолютно. Я, кстати, помню, еще в Икеа, по-моему, раздавали бесплатно когда-то вообще маленький горшочек с семечком. Вот у нас выросло три голки так из таких горшочков с семечками. Прям вот тоже приятно. Так вот, в этой экологической тематике там масса всего там. Эко-уроки для школ, когда учителям, в общем, просто надо взять методичку и провести урок, то есть там уже все есть. Эко-вики, проект капусты, куда собрано это все в рамках эко-движения эко, когда собрано там полезные сервисы и нужные партнерства. Периодически, вот каждый год на конкурсы, особенно вот в Social and Book of World, где мы ждем молодые стартапы, приходят, вот волны идут. То есть может быть год, когда прабабушек, да, вот из разных городов вяжем, шьем и так далее. Может быть год, когда мы видим четкую волну, но не секрет, что у нас очень много неполных семей и дети растут в семьях, как называется, однополых, мама и бабушка, да. Вот. И тема воспитания мужского, не просто вот воспитание, как воспитание, а вот духа, да, и понимания, это очень актуальная тема. Был год, когда мы видели много проектов на эту тему, как связанных с какими-то лагерями, так и просто с возможностью научиться какому-то мужскому делу, какие-то мастерства, не только там скворечник сколосить, но и, допустим, табуреточку сделать, еще что-то. То есть какие-то навыки, которые приходят. Вы знаете, вот правда, вот настолько же многообразно, как и наша жизнь. Я как-то, я помню, я была очень удивлена, как эксперт, увидев заявку на конкурс социально-предпринимательских проектов, заявка была связана с тем, что в небольшом городке нашей всеобъятной Родины нет питьевой воды. Просто нет. Я не знала, что в России эта проблема существует. но выяснил, что она существует, и вот ее успешно решает социально-предпринимательский проект. Поэтому сфера, вот какую вы не назовете, то есть здесь, где есть проблема, социальная предприниматель видит возможность. Другой вопрос, что в каких-то сферах этих проектов больше, а в каких-то меньше. не могу просто не прокомментировать, вспомнил меня в ленте, даже не помню, как зовут я сейчас на человека, но я просто обратил внимание, он где-то, у него дом в сельской местности очень далеко, он поставил просто очень мощную антенну с Wi-Fi бесплатным. И я говорю, что у меня дети стоят в телефонах или в чем, что у них есть, потому что больше интернета не было в той деревне нигде. Уже мелочь просто, которую ты все равно его будешь проводить, если ты собираешься где-то жить, но обратил внимание. И в связи с этим вопрос у меня, какие из этих проектов, мы все-таки технологичная платформа, и видите ли вы, что технологии являются драйвером таких историй, и где технологии являются именно объектом, ну, как пример, самой составляющей проекта? Часто да, и я думаю, что вот 20-й год и начало 21-го, переведя нас всех в новую нормальность, они показали, что даже те проекты, которые раньше не думали, что они могут существовать с какими-то технологиями, они с этими технологиями существовать стали. Те же, кстати, трудовые мастерские для ментальных инвалидов. То есть раньше они только в офлане существовали, а при помощи технологий научились использовать дистанционное, скажем так, обучение для этих категорий. Я уже упомянула 3D-принтеры. Есть большая часть разработок в области ассистивных технологий, то есть технологии, которые помогают людям, здесь и трость Чарли, которые помогают слепому человеку ориентироваться в городе. Многие, многие, многие другие проекты, которые используют именно какие-то технологические достижения. Есть проект, который помогает при помощи тренажера развивать руки после определенных заболеваний. Это же тоже технологии. И, конечно, VR. У нас просто кто-то написал, что я теперь выключаю каждый раз на всякий случай. А VR, что в VR может быть такого? VR даже в традиционных технологиях обучения сейчас используется очень широко. Например, представьте себе, вам нужно научиться по какой-то причине варить металл. Если вы этого не умеете, приходите к вашему наставнику. Вероятность того, что в первые часы обучения искра к вам все-таки прилетит, это вероятность высокая. Если же вы первые свои навыки получаются в виртуальной реальности, тренируя все то же самое, то вопрос безопасности срабатывает абсолютно иным способом. Сразу скажу, что от специалистов в области VR я слышала, что нужно аккуратненько, то есть не все помогает. В некоторых случаях, например, есть фирма, я тоже сама это ощущала, когда ты в виртуальной реальности проходишь путь, слабовидящего человека или невидящего. Ты проживаешь, вот не нужно куда-то уехать, да, в диалог сомнате, например, можно просто одеть VR-очки и понять, как, например, тебе, как инженеру, конструировать жилой дом, чтобы в нем было удобно и хорошо всем, в том числе людям, которые не видят. Иногда VR-технологии уже сейчас используются для восстановления после определенных болезней, после инсульта, еще после чего-то. Но здесь я слышала, что именно от специалистов, что пока недоработано и у части людей после этого возникает влогокружение либо какие-то еще нежелательные побочные реакции. В общем, это поле для доработок, скажем так. Есть технологии, которые в нашей стране не применяются, потому что у нас запрещено ГМО, но которые применяются во многих странах мира. Есть, например, такой южно-африканский предприниматель Джейсон Дрю, который придумал, как использовать геномодифицированных мух, геномодифицированных комаров. Если у нас есть 3 минуты на это, я расскажу. У нас на это есть точно 3 минуты. Было так. Опять, традиционный предприниматель, все хорошо, сидит со своим приятелем на ферме, куриная ферма. Говорят о том, что в ЮАР большая проблема, потому что было в рыбе такое, что скоро ее не будет при таких темпах. То есть будут одни медузы. В общем, это один из прогнозов, что в 2050 году при том, что выгоды рыбы у нас только медузы будут плавать. И разговариваться они не могут, потому что очень много мух. Куриная ферма очень много мух. Честно придумывает такое дело. Остаются у ресторанов, у хозяйств остатки биомусора, остатки еды. Он стал их собирать и выращивать мух. Для чего? Личинки мух это замечательный корм для рыб и для куриц. Соответственно, на базе этого корма, дешевого и питательного, развиваются рыбы фермы. Рыбу перестают вытаскивать у берегов, и начинают выращивать и продавать. Еще для тех, кто не любит рыбу, есть курица, тоже хорошее питательное мясо. Дальше я заметил, что у него в ангарах, где вот эти мухи кусаются, да, у него девочек, мальчиков одинаково мух. А на наших фермах, как мы помним, там один век на сколько-то коров. Ну, в общем, Джейсон решил, что с этим надо что-то делать, поехал к ученым, по-моему, в гармар, если я не ошибаюсь, сказал, что у меня проблемы, уважаемые ученые, помогите. Вот я выращиваю личинок, а у меня мальчиков мух и девочек мух одинаково. Но мне так не надо, мне достаточно одного мальчика на несколько девочек. Что мне с этим делать? Мы сказали, знаете, ну, с этой проблемой вам поможем, это вообще не вопрос. Вы нам помогите с другим. Мы тут комаров выбили. Но, если знаете, комары, оказывается, кусаются только самки. И летают они недалеко, там, сколько-то сотен метров от того места, где они находятся. Соответственно, ученые из Гарварда выбили комаров, они отличаются цветом. А когда комар-мальчик вот такой, общается с комаром-девочкой, то у них рождаются только мальчики. А мальчики не кусаются. А комары переносят малярию и огромное количество других болезней. Соответственно, Джейсон стал выращивать вот такие геномодифицированных комаров, которых высаживают. Мальчики геномодифицированно общаются с девочками. Девочкам уже, соответственно, другие мальчики не нужны. И постепенно популяция вымирает, потому что там появляются те, кто не кусается. И, соответственно, не переносит болезни. И, соответственно, идет экономия пестицидов для отпугивания этих насекомых и так далее. Вот там история о той области, о которой в принципе невозможно подумать, если не знаешь. Я пока еще пытаюсь уложить. Я думаю, что если собрать со всех, кто живет там 50 километров за МКАДом под Москвой, все скинутся на комаров не кусающихся. Ну, дальше вопрос, а есть ли какие-то последствия? А как это влияет на экосистему? А что будет с птицами, которые едят этих комаров? Ну, почему я сказала, у нас там тема ГМО, например, она запрещенная, поэтому у нас эти комары не работают. Не, ну, понятное дело, что тут вопрос уже скорее там в зрелости этих технологий. Никто же не знает, как там летучая мышь с собакой даст какой коронавирус случайный. Именно так. Тут опасно играть. Я, знаете, что еще подумал, когда вы говорили про технологии? В основном вы привели несколько интересных примеров того, где технологии являются объектом как раз предпринимателя. Но мне кажется, что сейчас платформы и экосистемы, они создают совершенно новые бизнес-модели для традиционных предпринимателей и, наверное, и для социальных предпринимателей тоже. Но первое, что мне приходит в голову, это площадка волонтеров. Это здорово, когда ты можешь иметь там профиль быстро. Ну, то есть не когда ты знаешь кого-то и тебя приводят как волонтера, где ты можешь зарегистрироваться в два клика и стать волонтером. И в первую очередь я был очень удивлен, когда пришел на какое-то мероприятие и там были серебряные волонтеры, что называется. Я такого на тот момент еще не видел, но мне настолько это понравилось. И вы не представляете, то есть много волонтеров видел разных. Обычно они там, ну, милые, красивые, молодые девочки, которые тебе помогают, но достаточно поверхностно помогали мне иногда. Но тут вот была женщина, которая сделала все, чтобы мне помочь просто и так, ну, ну, то есть действительно они стараются и делают это круто. Прям классный проект, мне очень понравилось. Просто я вас очень здорово понимаю, потому что я знакома с серебряными волонтерами и я согласна, что столько дополнительной осознанности, вот массово, да, вот в основном. Отлично сказано осознанности. Да. И в продолжении этого как раз у Import Hub Москва была программа, по-моему, года два назад для предпринимателей возраста, ну, скажем так, 45 плюс, для социальных предпринимателей, для тех, кто хочет им стать. И вот, не обижая никого, получилось так, что я была сначала на финале молодежного конкурса, Social Impact Word, там, по-моему, ограничение 30 или 35 лет для основателя. А потом, через неделю, на защите, на финале вот этой программы. Вот столько молодой энергии, вот этой лучистой, яркой, сколько было от тех, кто, по сути, стал придумывать свое новое профессиональное предназначение, но столько энергии я на молодежных конкурсах не чувствовала. Я думаю, что это вот осознанность и целая программа есть в мире как раз возможность продлить свою профессиональную жизнь не в той итерации, в которой это было какое-то количество лет, а использовать свою мудрость, свой опыт, свое другое ощущение жизни для того, чтобы как раз, не обязательно начать, но помочь войти в социальный предпринимательский проект. Это правда, это очень здорово работает. И удивительным образом, ну, как в традиционном предпринимательстве, так и здесь очень хорошо работает связь поколений. То есть, когда работают люди разных возрастов на благую цель, с похожими смыслами, ценностями, это дает неожиданно короче результат. Чего, на ваш взгляд, не хватает? Вот много примеров проектов, много всего. Что бы, вот если вы сейчас начинали или я пришел к вам и сказал, я хочу прям занять серьезное место в этой игре, с чего начать? Где вы видите большую проблему, которую не знают, как решить? В мире или в России? А можете так и так? Это я не могу выбрать пока еще. Ну, давайте с России начну. Как мне кажется, у нас пока мало проектов, которые связаны с помощью бывшим заключенным, с их ресоциализацией, с помощью не уйти обратно в привычный мир тюрьмы, но, к сожалению, непривычно, да, а стать востребованным членом общества. Такие проекты есть, кстати. Например, вот уже Дарья Алексеева во втором дыхании, она же берет на работу там же не только вопрос про жизнь вторую для вещей, там второе дыхание для всего, для людей тоже. Вот оно туда берет и бомжей, и в том числе тех, и людей, не бомжей, но которые там с такими сроками, что, наверное, отдел кадров обычной компании скажет, нет, 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 пожалуй, мы даже рассматриваем этим людям этого человека. Вот я бы на это посмотрела, посмотрела бы, конечно, на помощь в профилактике для тех, кто еще в юном возрасте, но уже имеет приводы, уже как научился в детской комнате милиция. Пока, из того, что я вижу, у нас таких проектов немного, они есть, но их немного. Вот я бы, наверное, туда посмотрела. Социальные, то есть, в первую очередь, направленные на развитие нашего... инфициальные предпринимательские, которые позволяют человеку, выйдя из соответствующих мест, занять достойное место в обществе, почувствовать себя полностью ресоциализированным, а не уходить обратно в привычный мир. Я повторяюсь, но это действительно так. И во многих странах такие проекты есть, их много, у нас это единицы скорее. Наверное, мне бы хотелось, чтобы было больше проектов, направленных на связь поколений, потому что тоже здесь вот мы разговаривали когда с Натальей Передзовой, она... в одной из наших первых встреч сколько-то лет назад, я была удивлена количеству людей, которые по России эмигрируют ежегодно из-за смены работы. Это несколько миллионов. И понятно, что переезжают на новое место, но хорошо, если родители с маленькими детьми, а старшие остаются где-то в предыдущих местах. Вот у детей просто нет опыта общения со старшими. Потому что бабушки и дедушки существуют только там по скайпу, но теперь уже там по Zoom, Teams или как-то еще. И дети просто не понимают, а старость это что? Почему человек там забывает или говорит медленнее или медленнее двигаться? И вот познакомить людей друг с другом, мне кажется, снова познакомить. А раньше всеми в поколении жили вместе. Это очень важно. Это, на самом деле, интересная тема. Я тоже, знаете, сравниваю с каким-то там с той же Францией. Много у меня знакомых и долго там пробыл. Я просто удивлялся. У них чуть по-другому это работает, я бы сказал, что у нас, когда есть, знаете, вечеринка какая-то, условно говоря, мероприятие. Есть детский стол, есть взрослый стол. Это два разных мира, которым неинтересно с друг другом фактически проводить время. Есть определенный маргинальный возраст, когда тебе 30, маме 50. Это интересно. Но в остальном это разные миры. А там дети тусуются со своими родителями и с их родителями. Это, в общем, такое пересечение, которое не кажется каким-то вообще неестественным. И вот тогда я обратил внимание, тут вы подметили, действительно, согласен. Ну, вот я бы, наверное, сюда посмотрела. У нас не очень много проектов для пожилых людей. Ну, там, для какого-то возраста 70 плюс. Мне кажется, тоже это важно дать возможность именно даже, пожалуй, молодежи почувствовать, а если ты сейчас поможешь человеку, который в этом возрасте, и здесь даже помощь-то поговорить, да, пообщаться, то есть опять вопрос социализации, то, наверное, и тебе в твоем более позднем возрасте тоже может быть кто-то поможет. Потому что просто воспитается эта культура. Культура такой вот общей помощи. Я настроился даже на какую-то лиричную ноту в этом плане. Давайте чуть-чуть освежим это в call to action какой-то. Я думаю, что мы с вами долго достаточно беседуем, и, наверное, люди, которые... Что мы можем конкретно им сказать сейчас? То есть на текущей ноте, наверное, многие могут вдохновиться этой историей, либо хотя бы начать к ней присматриваться. Как остаться на связи с такими какими-то идеями либо проектами социального предпринимательства? Например, можете ли вы там дать какие-то ресурсы, на которые подписаться, либо которые стоит читать? Ну, я бы посоветовала точно смотреть ресурсы и рассылки импулт-хаб Москва. Это у нас будет комментариев даже. Даже на то... Кстати, импулт-фест, который будет, он предполагает много интерактивных форматов и знакомств. Потому что, понимаете, вот что касается импулта экономики социального предпринимательства, здесь что-то такое. На расстоянии можно, конечно, познакомиться и прочитать, например, но лучше почувствовать, прикоснуться, заразиться в хорошем смысле вот этим импульсом изменений. Поэтому смотреть рассылки импакт-феста, смотреть рассылки импакт-хаба. А если хочется посмотреть, что происходит в мире, я бы порекомендовала посмотреть на сайт «Ашока.орг». Это фонд «Ашока». Ну, по сути, фонд, который ввел социальный предприниматель в такой широкий оборот. Там, кстати, очень удобно. Вы можете выбрать, например, по виду деятельности или по виду решаемой проблемы. То есть, если вы, в принципе, там о чем-то думаете и хотите вот в этой сфере посмотреть, а какие решения уже существуют, а с кем вообще пообщаться, то можно это сделать в том числе через этот ресурс. Кстати, хорошая штука социального предпринимательства. Ее сформулировал Эммануэль Фабер, сейчас он генеральный директор компании «Дону». Ну, на тот момент он был главным операционным директором. Он сказал, что если в обычном мире у нас копия «Райт», мы что-то придумали, мы это охраняем, правильно, чтобы больше никто не повторял. Ну, это же наше ноу-хау. То в мире социального предпринимательства социальных инноваций работает копия «Лэфт». Потому что основатели социальных проектов, социальных бизнесов, они заинтересованы в том, чтобы проблема решилась как можно скорее. Поэтому они делятся. И вот, например, через «Ашо Корп», через сообщество «Импок», как «Москва», через проекты можно посмотреть ресурсы фонда «Наше будущее». У них есть специальный форум по социальному предпринимательству nb-forum.ru. Можно посмотреть, что делает центр «Соль». И вот они создали в том числе карты лидеров и в образовании. Могу я попросить вас прямо сейчас на стриме, но, может быть, после найдете по 10 минут времени написать эти ссылочки, и мы отправим просто их в наш телеграм-канал и во все другие ресурсы, чтобы люди могли кликнуть. Давайте. Я начну писать эти ссылочки. Я уверена, что и те, кто сейчас находится в стриме, тоже могут очень много ссылочек дать и российских, и международных. И мне кажется, интересно... Покидайте, если несложно, кто-то в чате знает, будет очень здорово. Там люди потом будут смотреть, пролистают комментарии и найдут их полезными. Если можно, да. Соответственно, что я не вижу, я допишу. Мне интересно читать социальных предпринимателей, мне интересно читать, что пишет Даша Алексеева, что пишет Гузель Санжапова, что пишет Александр Мещанкин, Росомаха и многие-многие-многие другие. Там Екатерина Затули-Ветер это проект «Незаваленка» и много... и «Альтуризм» и многие другие проекты. Вопрос, что вам интересно. То есть, если вы про животных, читаете, что пишут про животных. Про экологию, читаете, что пишут про экологию. А еще очень важно. Вот Билл Дрейтон, это основатель фондашок, говорит, что вообще-то каждый это ченчмейкер, то есть человек, который делает изменения. И поэтому почитать можно и нужно, и здорово. А еще лучше почувствовать, разбудить в себе вот этого ченчмейкера, человека, который делает изменения. А чтобы что-то делать, необязательно начинать новый проект самому, даже необязательно говорить именно о социально-предпринимательском проекте. Появилось классное сочетание социальный интерпренер, то есть человек, который внутри большой корпорации, большой компания, работая там, он тоже делает изменения. Вот это очень интересный вопрос. То есть, если представить, что я работаю в какой-то крупной корпорации, ну и там у меня есть ипотека, я не могу оттуда уволиться и заняться чем-то еще, что я могу, но у меня есть какое-то влияние внутри компании, у меня есть там HR, у меня есть PR, у меня есть разные истории. Что я могу сделать? Как помочь? Как вовлечься? Если в вашей компании уже существуют какие-то проекты корпоративно-социальной ответственности, корпоративного волонтерства, устойчивого развития, почему бы не включиться туда? Если их нет, посмотреть, что есть в соседних компаниях и предложить, либо придумать вообще что-то свое, что соответствует профилю вашей компании и что может сделать изменения там. Знаете, у Deloitte есть очень интересный отчет, который выходит каждый год. Он называется Global Human Capital Trends, то есть глобальные тренды в человеческом капитале. И последние лет пять тренд номер один это то, что крупные корпорации опрашивают первых лиц, либо близко к первым лицам. Крупные корпорации говорят, что тренд номер один это Social Enterprise, социальное предприятие. Пандемия еще лучше показала, что в новой нормальности успешно выживут только те, кто заботится. об окружающих, о людях, об экологии. Деньги, как двигатели прогресса, они, конечно, остаются, но пандемия очень четко проявила человеческое, очень важное человеческое, что должно быть. Поэтому сделать можно, в принципе, что угодно. Вот эта вселенная импакта, она безгранична. Проживите просто, вот проживите, прочувствуйте свою идею, посмотрите, каким изменениям она ведет, и после этого вы точно сможете зажечь и вашего HR-а, и маркетинг-директора, либо просто того, кто сидит с вами рядом за соседшим столом и вы начнете какую-то инициативу или присоединитесь к ним. Кстати, повторюсь, классно помогать с парабона, потому что, например, опытный профессиональный юрист, ему нужны три минуты, чтобы разобраться в каком-то кейсе, на который социальный предприниматель потратит несколько часов, потому что он просто не юрист. Есть специальные платформы, настолько я помню, про черити, в импакт-хабе в качестве тоже таких экспертов люди выступают, в фонде на встречу переменам, профессионалы помогают в качестве опять-таки экспертов, консультантов. Это же тоже, представляете, какая замечательная вещь, свои профессиональные знания, компетенции, навыки, которые просто мега-профи, использовать для роста социального проекта. Стоп-рот, стоп-рот, многие компании там активно даже, более того, я вам скажу, не компании, которые занимаются пробонопроектами, ну, то есть, помогая своей основной компетенцией на некоммерческих основах, а я сейчас смотрю на людей, которые мы берем на работу, там, ну, периодические собеседования какие-то, приходят люди, и, то есть, уже процент того, тех людей, которые приходят за чем-то важным, они хотят, чтобы своей работой они не только зарабатывали, еще меняли экосистему вокруг себя с каждым годом все больше и больше. И там, по моей оценке, то есть, деньги важны, но вот 30% колебаний этих денег в разные стороны не, еще менее важно, чем делать что-то общественно полезное. 30% это моя средняя какая-то эпирическая оценка, но все равно это уже неплохо. То есть, еще не 50, но... Ну, давайте подождем, сейчас выйдет на рынок труда следующее поколение, да, мы так, сейчас с вами так элегантно чуть-чуть затронули теорию поколения, да, то есть, меринеалы, игрики, для них там важны смыслы. Зеты, которые уже выходят на рынок труда, то есть, 18-19 лет, там, 2002-2003 год рождения и дальше, для них это еще более важно. И поэтому, да, смысловые, ценностные штуки это то, без чего уже не прожить корпорациям, бизнесом, сообществом. Абсолютно с вами согласен, мы тоже готовы оставаться на связи в этой истории, мы обязательно тоже поучаствуем в импакт-фесте и послушаем, может быть, где-то что-то скажем, потому что, ну, и диджитал-лидер, и компании, которые нас поддерживают, с которыми мы в партнерах, очень много чего делают, мы там пытались, ну, не пытались, мы проводили, поддерживали, чем можем, разные сообщества, мы там делали недавно стрим Women and Tech, это именно поддержка женщин в технологиях, тоже очень интересная была, мы делали исследование и потом делали презентацию этого исследования, конечно, на эту тему еще очень сложно говорить, потому что для меня это был вообще один из самых сложных стримов, как бы не сказать, что лишнее, как бы не допустить какой-то, ну, знаете, этической ошибки, при том, что уровень обостренности таких ситуаций он всегда накаляется, потому что, ну, кто-то относится к этому, наоборот, негативно, и потому что не понимает, что происходит, а кто-то слишком вовлеченный, вот эти миры очень редко с друг другом сталкиваются, поэтому, конечно, я правильно воспринимаю ваши слова, задача экосистемы, платформ, это именно, как вы сказали, эти однопланетные миры с друг другом дружить, и правильно я процитировал? Ну, я процитировала Павлу Лукшу, профессора практики Сколкова, мне очень понравилась терминология переводчик однопланетников. Вот точно. Да. Давайте, наверное, мы чуть-чуть задержались, но это даже прекрасно. Давайте какое-то, может быть, последнее пожелание на завершающий стрим, чтобы вы хотели посоветовать людям, которые посмотрели это и дошли до текущего момента, ну, кроме похода на импакт-тест, который может им рассказать, что вообще происходит в этом мире, чтобы они могли выбрать, какое-то заключительное слово с вашей стороны. Знаете, наверное, это пожелание позволит себе мечтать, позволит себе делать изменения, но сначала мечтать об изменениях, потом их делать, а понять, что вот в этом импакт пространства, то есть пространство и воздействие ценен, и важен каждый, каждый может что-то сделать реально. Понять, насколько это круто, как вот в вашем примере с очками для дальтоника, как это круто, когда ты видишь мир не серо-черно-белым, а окрашенным в яркие эмоциональные тона доброты, потому что все-таки мне кажется, что вот импакт экономики, социальное предпринимательство, это про доброту, это про осознанность, это про благодарность, это про принадлежность. Сколько-то лет назад, вам 5 или 6, одна из крупных консалстинговых компаний решила выяснить, а что делает людей счастливыми. Они поехали по миру, стали опрашивать местных жителей, скажите, пожалуйста, а кто счастливый человек? Им там показывали пальцем на конкретных людей, они шли к этим людям и задавали вопрос, а вот что вас делает счастливым? На разных континентах ответ был из трех частей, очень сильно совпадал. Это на английском belonging, то есть принадлежность. Второе, это thankfulness, чувство благодарности, которое люди испытывают. И третье, это мент, смысл. Вот мне хочется пожелать, чтобы у каждого из нас жизнь была счастливая, насыщенная и наполненная и принадлежностью, и смыслом, и благодарностью. Это как раз то многомерное, потрясающее пространство, которое мы можем назвать пространством доброты, пространством позитивного воздействия, пространством импакта. Ольга, спасибо вам большое. Это наш самый теплый, добрый и положительный стрим, который, возможно, хотя бы, если одному человеку запомнится так, что он изменит свою жизнь и сделает какой-то проект, который поможет еще потом тысячам людей, не хотя бы, а это уже будет огромный эффект, и мы будем очень рады, что так произошло. Спасибо, что поучаствовали сегодня с вами. После этого, после вот такого заключения, нет никаких уже больше вопросов и деталей. Всех приглашаем еще раз на импакт-тест, и, конечно, оставайтесь диджитал-лидером, напишите в комментариях, когда будете смотреть, насколько вообще эта тематика вам интересна, и насколько нашей аудитории, что ли, интересно, чтобы мы открывали вот такие вот закоулки предпринимательства и социально значимых вещей. Мы будем делать это больше в этом случае. Ну, Ольга, с вами надеюсь, что мы не последний раз разговариваем, мы еще точно будем на связи, увидимся как минимум на импакт-тесте, где-то еще, возможно, позовем вас на какой-нибудь метап, который уже будет больше собирать людей, связанных с этой тематикой. Но еще раз большое спасибо, что подключились. Алексей, спасибо вам за уникальную атмосферу и доверие, и, знаете, какую-то яркую честность и доброй прозрачности. Спасибо и вам. Будем тогда дружить на связи. До свидания. До свидания.